Господь наш Бог, Отец наш Небесный, слава тебе, честь и поклонение за то, что ты наш Бог, ты наш Царь и наш Отец. Благодарим тебя за то, что ты благословил сегодняшний день, и мы имеем возможность радоваться вместе с сестричками и братом, Господь, за то, что ты позволил им вступить в члены Церкви, Господь, стать частью тела твоего, Господь. Прошу, благослови этот вечер, благослови это общение, пребудь с нами сегодня, Господь, чтобы этот вечер прошел в такой дружеской, семейной обстановке, и мы через это могли прославить имя Твое. Благослови также и участие, которое будет сегодня, кто будет говорить. Слава тебе за все. Аминь. В часы тревог, уныня и сомнения, не видя света, света пред собой, душа болит, терзается в волнении, спешу, Господь, прийти к тебе с мольбой. Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной. О, образ дивный, кроткий и смиренный, Христос Господь, живи во мне всегда. Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею, как счастлив я, что Он со мной, друг мой. Кому пойду я, в горести сердечной, с участием, кто протянет руку мне. Лишь ты один, с любовью бесконечно, меня просил, меня привлек к себе. Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею, как счастлив я, что Он со мной, друг мой. Но мне порой так тяжело бывает, и, кажется, оставил Бог меня. Но вновь душа словам Твоим внимает, я не оставлю, я люблю Тебя. Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею, как счастлив я, что Он со мной, друг мой. Слава Богу. Присаживайтесь, я хотел бы сюда пригласить наших крещаемых, Эвелину и Полину, и чтобы они помолились перед началом нашего общения и чай питьем. Пока они выходят, хотел бы сделать объявление. Ивана Константиновича сегодня вечером не будет, ему не важно за здоровьем, поэтому, когда будем молиться, помолитесь за него. И еще одно объявление, там будут, вы увидите, рамки такие с фотографиями. И подойдите, если у вас будет возможность, напишите пару пожеланий, благословите, и это будет очень приятно. Вы готовы помолиться? Давайте помолимся. По очереди, потом я в конце. Слава Тебе, что мы можем все здесь вместе быть. Благодарю Тебя, что у нас есть такая церковь, Господь. Благодарю, пожалуйста, этот вечер, чтобы был во славе Твою, и чтобы нам всем навсегда запомнился. Аминь. Великий Божий, я Тебя благодарю за этот вечер, в котором мы можем собраться, в котором мы можем вместе пославить имя Твое. Слава Тебе за все, что Ты делаешь для нас, Отче. Я прошу благословенность на этот вечер, чтобы мы могли вместе, чтобы мы могли дружно прославить имя Твое и узнать друг другу получше. Слава Тебе за все, что Ты делаешь для нас, Отче. Аминь. Господь, слава Тебе, благодарность, благослови этот вечер, чтобы мы в этом общении могли делиться опытом, благословлять и также подсказывать, давать советы нашим крещаемым, Господь, уже крещённым в этот день. Прошу, благослови это общение, этот чай, благослови, слава Тебе за всё, аминь. Приятного аппетита! ПЕСНЯ ПЕСНЯ Впереди Тебя Твой Христос прошёл и Тебя идти зовёт. ПЕСНЯ 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 Слава Богу. София, а ты уже успела все эти книги прочитать? Ну хорошо, ты, наверное, до следующего раза успеешь их прочитать, да? Их полностью уже можешь рассказать все на память. Нет? Ну хорошо, присаживайся. Слава Богу. Мы с нашими сестричками Эвелиной и Полиной познакомились на предстоянии, а сейчас познакомимся с ними поближе и узнаем, какие же у них есть таланты. Вы готовы сейчас послужить для Бога? Да? Ну хорошо. Вы молодцы, всегда готовы. Жучи имени Иисуса Не найти средь всех имен Лишь оно нам света рует В этом имени ты Утешенье найдешь Это имя Тебя В небеса в небеса приведет Сколько лет ходил напрасно Другого, ты счастье Только в имени Иисуса Ты найдешь Его навек В этом имени Ты утешенье найдешь Это имя Тебя в небеса приведет В этом имени Ты утешенье найдешь Это имя Тебя в небеса приведет Лучше имени Иисуса Не найти средств всех имен В этом имени сокрыта Сила для борьбы с грехом В этом имени Ты утешенье найдешь Это имя Тебя в небеса приведет В этом имени Ты утешенье найдешь Это имя Тебя в небеса приведет Слава Богу! Слава Богу! Братья и сестры, какие молодые таланты у нас растут! И хотелось бы, чтобы эти таланты только больше еще развивались Сейчас я хочу пригласить некоторых, ну по очереди, наверное, членов нашей церкви Которые расскажут о своих служениях И мы попробуем пригласить вас, Полина и Велина, в эти служения И уже как Господь благословит Первое, я хочу пригласить сюда Надежду И она расскажет о воскресной школе Надежда, что у вас есть сказать нам? У меня есть сказать, что девочки, уже сестры, уже участвуют в жизни воскресной школы Но я немножечко расскажу, чтобы все другие, кто еще не участвует в чем-то, могли подключаться В воскресной школе у нас есть классы от 6 лет до 16 И в каждом классе у нас два воспитателя Не во всех классах есть еще помощники Но всегда мы можем использовать помощь помощника В лагере, в лагерных группах девочки, Полина и Эвелина уже записались и будут вести работу помощников в группе Поэтому я очень благодарна Богу, что Он положил вам на сердце, расположил вас заниматься с детьми Виктор мне говорил рассказать, какие надо иметь особые качества, чтобы заниматься в воскресной школе У меня, наверное, первое и самое важное качество – это терпение и долго терпение, и долго-долго терпение, чтобы работать с детьми Но, сестры, я знаю, что вы это можете, вы это уже делали Попробуйте в лагере, посмотрите, как у вас пойдет дело Я думаю, с Божьей помощью вы справитесь Я видела, как вы с младшими братьями и сестрами занимаетесь У вас есть терпение, у вас есть любовь У вас есть знание Слова Божьего Я надеюсь и буду молиться, что вы будете углублять свои познания в Слове Божьем Чтобы вы истину передавали детям Если вас Бог расположит и ваше сердце будет к этому открыто С начала учебного года добро пожаловать в воскресную школу Присоединяйтесь, помогайте В субботу у нас будет детский праздник для воскресной школы Девочки уже задействованы в этой работе Но если кто-то из папы или мамы желает помочь в воскресной школе Тоже, пожалуйста, присоединяйтесь В субботу вам тоже надо будет терпение, долготерпение Потому что это будет на улице и будет жарко Но я думаю, что вы справитесь, приходите, помогайте Воскресная школа всегда может использовать чью-то помощь еще Спасибо, слава Богу А сейчас участие семьи Игнатенковых, пожалуйста Это семья Игнатенковых, изначально Игнатенковых, а потом еще и Лапо Дело в том, что сегодня так получилось У нас нету Виктора Лободы Но зато у нас есть другой регент хора Алена Которая уже пригласила Полину в хор И я думаю, Эвелину тоже там ждут с распростертыми объятиями В оркестре мы всегда рады их видеть И я думаю, молодежный хор тоже будет им рад Так что музыкальное служение наше Давайте споем Господь, пастырь мой Я ни в чем не буду нуждаться На злачных пожитях меня покоит Он Будет в тихой воде наслаждаться На злачных пожитях меня покоит Он Будет в тихой воде наслаждаться Господь, пастырь мой Я ни в чем не буду нуждаться Каждый день подкрепляет Он душу мою На путь правды меня направляет Господь, пастырь мой Господь, пастырь мой Я ни в чем не буду нуждаться И долиной смертной пойду ты со мной Я не буду бояться И долиной смертной пойду ты со мной Я не буду бояться Господь, пастырь мой Я ни в чем не буду нуждаться Умастил ты елеем голову мою Приисполнена моя чаша Умастил ты елеем голову мою Приисполнена моя чаша Господь, пастырь мой Я ни в чем не буду нуждаться Пребывать вечно буду я в доме твоём В чудный образ твой преображаться Пребывать вечно буду я в доме твоём Чудный образ Твой преображаться, Господь, пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться, На злачных пожитях меня покоит Он. Будет в тихой воде наслаждаться, На злачных пожитях меня покоит Он. Будет в тихой воде наслаждаться. Благодарим, слава Богу. Братья и сестры, я смотрю, вы так хорошо, так расслабились, отдыхаете. Хорошо вам? Слава Богу. И вот я почему это спрашиваю, потому что, ну чтобы сильно не расслабляться, была у вас возможность тоже послужить, как-то дать пожелания, наставления. Вот хотел бы, чтобы брат, дорогой наш, Данил, дал пожелания молодым сестрам, да. Вот столько служений у тебя, как ты справляешься, поделись. Вот вспомни, вспомни вот твой тот день знаменательный крещения. Вот расскажи переживания, чувства, дай наставления, брат. Наставления — это очень опасно. А что именно нужно сказать? Наставления, пожелания. По сценарию. Пожелания. Да, держать близко микрофон, да, когда поете мое пожелание. Крещение у меня было особенное, наверное, у каждого человека оно особенное. И сегодня была очень хорошая песня. И вместе с этой песней я бы хотел пожелать, чтобы мы не привыкали. Конечно же, мы не принимаем крещение каждый год, и к этому не привыкнешь, да. Но мы можем привыкнуть помнить об этом, о крещении, помнить об этом моменте, как вот он сейчас есть, как вы переживаете, как вы помните все это, как вы проходили, как вы учились. И сейчас раз, и так вздохнули легко, как паспорт получили какой-то, да. Такой паспорт сейчас у вас есть, я как аналогию говорю, сейчас у вас есть, как в членах церкви, и тоже что-то уже позади, а впереди гораздо больше, чем позади. И поэтому вот в этот путь помните и не забывайте, чтобы это не было как-то привычки хлебопреломления, вспоминания страданий Христа. Он за вас умирал, и пусть вас Бог благословит жить христианской жизнью чистой. Аминь. Аминь. Благодарю. Вы все запомнили? Да, хорошо. Слава Богу. Давайте сейчас, вот у нас сестричка рассказала стих, а ее младшая сестричка говорит, я тоже хочу послужить для Бога, я тоже хочу рассказать. И вот Элиза тоже хочет прославить Бога через стихотворение. Становись повыше, чтобы тебя все видели. И в конце, когда ты закончишь рассказывать, громко скажи Аминь, хорошо? Я плачу, светочка, это Бог тебя заставь. Он, твой ответ, головка, не знаю. Снак, че, клача, че, кипло. Знаю я, Бог, че, клея моя, и Бог, че, клея моя, и Бог, че, клея моей почтовой. Че, клея его рука. Слава я, пусть в моей сестричке будет место для тебя. Аминь. Аминь. Молодец, слава Богу. Элиза, а можно тебя спросить? Я знаю, что необычный вопрос. А сколько тебе лет? Три. Три года, ну ты молодец. Ты так уже умеешь много запоминать в три года. Я до сих пор столько выучить не могу. Молодец. Я хотел бы сюда пригласить семью Кузьминовых. Пожалуйста, пройдите к нам. Поделитесь своим пожеланием, наставлением, что у вас есть. Полина и Эвелина. А где Эвелина? Вот она. Очень красиво звучит, да? Такое сочетание. Полина и Эвелина. Красиво. И я бы хотел вместе с моей женой пожелать вам, чтобы ваша христианская жизнь была красивой. В том смысле, чтобы она была чистой и без греха. Это очень и очень важно. Знаете, сегодня у вас праздник. Может быть, он продлится еще некоторое время, а потом могут наступить будни, когда уже праздник пройдет. За воскресеньем идет понедельник, да? Буднишние дни, да? И, как правило, в такие буднишние дни, когда вы будете вне церкви, вне семьи, могут встретиться в вашей жизни всякого рода искушения и соблазны. И часто бывает очень трудно устоять верующему, особенно молодому верующему, перед этими искушениями, перед этими соблазнами. И бывает очень тяжелая борьба. Я хотел бы прочитать вам одно местописание, которое говорит об одних детях, как они себя вели и как они жили. Это книга Иеремии, 35 глава. Вот посмотрите, с каким искушением однажды пришел, как ни странно, пророк Иеремия к некоторым сыновьям. И привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Годолии, человека Божия, который подле комнаты князей, над комнатой Моасии, сына Силуимова, стража у входа. И поставил перед сынами дома риховитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им, пейте вино. Но они сказали, мы вина не пьем, потому что Иоанн Адав, сын Рихава, отец наш, дал нам заповедь, сказав, не пейте вина, и ни вы, ни дети ваши вовеки. И домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их. Но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками. И мы послушали с гола Иоанн Адава, сына Рихава, отца нашего, во всем, что он завещал нам. Такую заповедь некогда отец дал своим сыновьям. И эти дети исполнили эту заповедь. Как вы думаете, им легко было исполнить эту заповедь, когда вокруг все люди строили себе дома, разводили виноградники, пили вино и так далее, и так далее. То есть они смотрели на этих окружающих людей, и у них, конечно же, было какое-то искушение в том плане, чтобы жить так, как все остальные люди. Но они сказали, Мы не будем этого дела. Почему? Отец наш дал нам заповедь, и мы будем эту заповедь исполнять, несмотря ни на что. Мы будем эту заповедь исполнять. И Бог благословил этих людей. Он их благословил особенным образом. И он написал такое слово и сказал, говорит Господь, Слава Бога Израилю, За то, что вы послушались завещания Иоаннадава, отца вашего, храните все заповеди, и во всем поступаете, как он завещал вам, за то, так говорит Господь, Слава Бога Израилю, не отнимется у Иоаннадава, сына грехового муж, предстоящий предлецом моим во все дни. То есть Бог обильно их благословил, и священники были в этом доме. Понимаете? Чтобы исполнить заповедь, чтобы исполнить слово его, это очень трудно. Бывает очень трудно. Но одно обстоятельство, как бы решающее в этом вопросе, я бы так сказал, «Кто дал эту заповедь?» Отец. Почему дети, многие дети, не выполняют наставлений отца или матери? Папы, мамы, почему дети ваши не выполняют ваших наставлений и заповедей? Очень серьезный вопрос. Я вижу этот ответ в этом в том, что родители потеряли авторитет в глазах своих детей. И поэтому дети часто бывают, не выполняют то, что говорят им родители. Это как бы одна из причин. Так вот, для вас, для вас сегодня, пусть Слово Божие, которое вы уже знаете отчасти, будет самым наивысшим авторитетом в вашей жизни. Самым наивысшим авторитетом. Что бы ни встретилось вам в жизни, какие бы трудности, искушения, что бы вы стремились только к одному, исполнить Слово Божие, исполнить заповедь, которую дает вам Бог. И если вы это будете делать, то вы будете блаженными, то вы будете счастливыми в своей христианской жизни, потому что вы, исполнив волю Божию, получите обещанное. А к родителям я бы хотел сказать так, чтобы не потерять своего авторитета в жизни, надо выполнять то Слово, которое мы с вами говорим в отношении детей. Если мы обещаем кого-то наказать, значит, мы должны наказать. Если мы обещаем кого-то поощрить, значит, мы должны поощрить, чтобы наше Слово было очень и очень авторитетно в жизни наших детей. У нас есть внуки, которые говорят, а, наш папа всегда такой. Он пообещает и никогда ничего не делает. Обещал на рыбалку, и мы на рыбалку не поехали. Обещал там поехать еще на прогулку в парк, и мы опять не поехали. Какая-то причина. Кажется, ну мелочи, да, ну что тут такого, папа устал, папе некогда и так далее. Друзья, вы теряете авторитет в глазах своих детей. Потихонечку, понемножечку и так далее. Если пообещал поощрить, поощрить, я тебя обещал наказать, иначе должен наказать. Слышал недавно один пример, одна мама рассказывала. Я, говорит, услышала, мой сын пришел с улицы и сказал плохое слово. Я ему сказала, я тебя за это накажу. Я твой язык иголками искалю. Вот так вот сорвалось с уст мамы. Вот такое вот, ну необдуманное может быть. Но сказала мама. В следующий раз сын пришел и опять это сказал. Мама говорит, хорошо, я выполнять должна свое обещание. Говорит, у меня руки трясутся, я боюсь этого сделать, потому что у меня страх, говорит, как я вообще могу это сделать? Однако я вспоминаю, я же сказала, что я это сделаю, значит, я должна это сделать. Заставила своего сына вытащить язык и уколола его иголкой. И после этого случая он больше никогда не повторял этого слова. Урок пошел на пользу. И мама приобрела еще больший авторитет в глазах своего ребенка. Да благословит вас Господь, чтобы Слово Божие было наивысшим авторитетом в вашей жизни. Аминь. А я хотела бы вам просто напомнить, какой дорогой ценой мы каждый достались нашему Господу. И хотела прочитать стих. Я вас люблю. Окутанная дымкой голубой плыла земля в космическом просторе, а на земле болезни, слезы, горе, людские беды и людская боль. На небесах, в заоблачном краю об этой маленькой земле печальной о душах погибающих все знали. Твою судьбу решали и мою. Любовь быть равнодушной не могла. Любовь сказала, я пойду к ним, отче, и пусть исчезнет этот мрак полночный. Я их люблю. Я их спасу от зла. Смутились ангелы. Зачем, Господь? Тебе не достает хвалы небесной. Там на земле поют другие песни. Нет, я пойду. Я стану кровь и плоть. И Божий Сын с небес в наш мир пришел. Он от людей не отличался внешне. Похож на нас он был, но не был грешен. И на земле жил с чистой душой. Изведал все, все испытал Иисус. Как человек Он испытал и зной, и холод. Он уставал, Он жажду знал, и голод. Он на кресте закончил жизнь свою. Любовь сказала, отче, совершилось. Когда Сын Божий расставался с жизнью, Твою судьбу решал Он и мою. И ангелы смотрели на Христа, как кровь из ран Его текла струею. «Зачем, Господь, я, друг, и меня»? И в эту ли любовь нам не поверить? Он грешникам открыл на небо двери. Нет, ангелам такого не понять. Они от бед не плакали земных, Греху и смерти не были подвластны. Люблю, сказал Спаситель для несчастных, Люблю, сказал Иисус для нас одних. Бог, лишь сердце сокрушенное поймет, Зачем Господь оставил трон небесный, Зачем вошел Сын Божий В круг наш тесный И с покаянием Ко Христу придет. «Люблю тебя», Сказал Господь и мне. И я пришла к Нему В одежде грешной. Я преклонилась Пред любовью нежной. Такой любви На свете больше нет. Окутанная дымкой голубой Плывет земля В космическом просторе, А на земле По-прежнему есть горе, Людские беды И людская боль. Но Божий Сын Иисус В сердцах живет, Его любовью многие согреты, И до сих пор Во всех концах планеты Люблю тебя, Люблю людей Зовет. Аминь. Семья Сандута тоже хочет Принять участие в этом вечере Праздничном. Вы сильно не расслабляйтесь, Я еще подойду к каждому из вас И спрошу, чтобы вы дали пожелание, Наставление. Пару слов, Но чтобы это было запоминающееся, Особо. Пожалуйста. Белоснежное платье Дано благодатью, Ты его заработать Ничем не сумеешь. Белоснежное платье Лишь там, У распятия Ты, омывшись в крови Иисуса, Оденешь. Белоснежное платье Взамен тех лохмотьев, Что когда-то носить нам С тобой приходилось. О, как цвет тот прекрасен, Что выбрал Господь нам! Чистота Той небесной любви Нам открылась. Белоснежное платье То Божье объятие Это выбор Христа, А не наша заслуга. О, как трудно порой Бывает понять нам И увидеть в чистейшей одежде Друг друга. Белоснежное платье Одежда святая, Нам носить полагается Только такое. Но по черному-черному миру Шагая, Вижу я Это дело Совсем Непростое. Грех цепляется к платью Пятно на подоле. Если с этим помедлю Опять столько свежих, Я смотрю вверх на небо И плачу от боли. О, Господь! Почему ты дал эту одежду? Нелегко в этом платье Мне жить и трудиться. Каждый день, мой Христос, Подвожу тебя снова. Каждый день я за что-то могу Зацепиться. Может быть, я к одежде такой Не готова? Без пятна и порока, Сказал ты однажды. И я верю всем сердцем, Ты пятен не примешь. Я желаю быть чистой, Я белого жажду. Неужели ты платье С меня это снимешь? Может быть, Попытаюсь эту грязь Отстирать я? Может быть, Эти пятна Отмыть мне удастся? Я желаю носить Белоснежное платье. Я хочу, Иисус, Липких стен не касаться. И обнял меня тихо Господь мой за плечи. Я тебе подарил тот наряд Благодатью, И ты будешь лишь в белом Идти мне навстречу В ослепительно белом Сияющем платье. Я склонилась у ног Иисуса, рыдая. Посмотри, мой Господь, Весь подол в черной пыли. Вдруг в тот миг Сокреста капли крови стекая, Мои пятна на платье Собой окропили. Алый цвет, Кровь святая, Святого завета, Как сумела она Это сделать со мною? Поднялась я с колен В платье белого цвета. Я стояла, Сияя его белизною. Бог мне веру вдохнул И любовь, И надежду. Дал мне силы идти И в пути освящаться, Что берет чистоту Этой белой одежды. От креста Ни на миг Не хочу отлучаться. У нас есть еще одно пожелание От одной из сестер. Сестра сестры нашей Хочет сделать пожелание. Пожалуйста. Девчата, поздравляю вас с этим Праздником для вас. Хочу вам пожелать Одну фразу, Которая была хорошим, Добрым напоминанием В моей жизни. Даже в самый трудный день Не позволяй себе потерять радость в Боге, Ведь она именно то, Чего так сильно боится наш враг. Я очень рада, Что я получила Одна была сестра, То есть Не, намного сестер, Одна была еще с две По Христе еще. И надеюсь, Может, когда-то с вами Поеду в миссионерскую поездку. Слава Богу! Вот, кстати, говоря об этом, Хотел бы немного сказать О миссионерском служении, Если вы еще не устали Слышать о нем. Нет так нет. Хорошо, я расскажу. Буквально пару слов Велина, Полина, Это будет обращено к вам, Но церкви будет полезно послушать О миссионерском служении. Пару слов. Какая польза от этого служения? Позволить раскрыть свои таланты. Вы удивитесь, Как на миссионерском служении, На миссионерском поле Вы можете буквально За очень короткое время Раскрыть свои таланты. Если вы ищете И хотите быть уверенным, Что же Господь для вас приготовил, Какой талант он хочет вас развивать, Обязательно езжайте с нами. Увидеть свое я. Кто я на самом деле? Иногда в нашей жизни повседневной Мы как-то так приглушаем свое я. Мы живем спокойно, медленно, Но там, когда стрессовые такие обстоятельства, Когда что-то идет не по плану, Сразу появляется наше я, Наше внутреннее я. С чего я сделан, Как говорится. Когда Какое-то напряжение, Что я делаю? Я нервничаю, У меня стресс, Или я иду молиться, Я спокоен, Я смирен. Учить смирению, Учить терпению, Особенно, Когда нужно что-то делать, Что не хочется, Нужно вставать рано, Нужно готовиться и так далее. Я еще одно хочу сказать, Что финансово, Это самое, наверное, Невыгодное служение в церкви, Потому что очень-очень много затрат, Но эти затраты, Это не затраты, Это финансы не потеряны. Запомните, Это молодые люди, И, дорогая церковь, Это деньги, Всего лишь материальные, Это раз, А второе, Вы их не тратите, Вы их вкладываете в небесный банк, Вы их даете, Отдаете Богу, Жертвуете. Запомните это. Всегда помните о том, Молодом человеке, Который подошел ко кресту, И что он сказал? Как мне наследовать? Царство небесное. И он сказал, Что я все, Все заповеди я исполнил С самого детства, Но единственное, Что его препятствовало, Это что? Он не мог расстаться Со своими финансами. Я знаю, Что у сестер с этим Меньший проблем, Но все же, Никогда не прилепляйтесь К серебру. Наша практика Христианских знаний. В церкви мы, Слушая проповеди, Слушая наставления, Мы учимся. А где мы практикуемся? Где мы практикуемся? Особенно здесь, В Америке, Когда ты сел в машину И поехал с пункта А В пункт Б, Потом в магазин, Потом домой, Потом в школу, И все, И ты дома, И никто тебя не видит И не слышит. Единственное, Где мы разговариваем, Это с кассиром в Алмарте. И то сейчас в Алмарте Уже, наверное, Из 50 касс Только 10 осталось, Где кассиры есть. Уже там даже нужно Самому пробивать все И делать. Разговаривать С бездушными машинами Как-то получается Монолог. Я пытался. Итак, дорогие мои, Хотел еще одно сказать, Что, Когда мы говорим О миссионерском служении, Для меня это тоже Был такой урок, Что я всегда думал, Я недостоин. И лукавый шепчет нам, Ну ты не знаешь До конца Писания, Ты там Библию Много стихов не знаешь И так далее. Что ты можешь сказать? Какой из тебя миссионер? Я вам скажу так, Что мы никогда Не станем миссионерами, Если мы так будем думать. Потому что мы никогда Не достигнем до того уровня, Когда мы будем говорить Так, я готов, Все, вот сейчас Вот заказываю билет, Я еду. Никогда мы не будем готовы. Наша жизнь такова, Что мы всегда учимся До самой старости, До самого последнего вздоха Мы учимся, научаемся. Библию читать, Она настолько глубока, Что мы ее никогда не выучим, Никогда не познаем. Поэтому на миссионерском служении Вы открываете свое Я, Вы узнаете себя больше, Вы узнаете Писание больше. И вы научаетесь. Помните, Когда еще в детстве, Когда мы были в школе, В воскресной школе, Нас учили, Что, чтобы что-то Очень хорошо запомнить, Что нужно делать? Что нужно делать? Рассказать другому. Вы можете видеть, Пересматривать, Слышать по сто раз, Но пока вы сами Это не расскажете, Пока вы это не испытаете на себе, Самая лучшая память, Это память опыта. Пока вы не испытаете это на себе, Вы никогда это не запомните. Поэтому практическая жизнь христианства, Это миссионерское служение. Я вас сердечно благодарю за то, Что вы помогаете, поддерживаете. Еще я хочу, Чтобы вы поехали с нами. Благодарю вас. Приглашаю. Сейчас, братья, Пожалуйста, включите. Хочу вместе с вами Один конкурс сделать, Который на знание Писания. В миссионерском служении Нужно знать Писание, Потому что бывают такие вопросы, Когда у меня был пару лет назад Один мальчик, Он из цыганской семьи, Он меня спрашивал вопросы по откровению. Когда там такие конницы будут, Такие всадники, Там в какую седьмину? Я просто с ним считал И сам научался. Такие вопросы были. Нужно знать Писание. Итак, пожалуйста, братья, включите. Мы сейчас все вместе сможем повторить Некоторые места, Которые мы знаем, Но мы должны их немного вспомнить. Итак, я хочу, чтобы... Где Эвелина? Проходите сюда, Полина Эвелина. Мы будем вас испытывать На знание Писания. Сюрприз. Итак, вы можете присесть Куда-нибудь сюда спереди. Я буду слышать ваш ответ. Присаживайтесь. И первая возможность Предоставляется вам, Чтобы вы ответили. Если нет, Вы можете выбрать Кого-то из зала, Кто вам поможет ответить На этот вопрос. Как продолжение этого стиха И где оно записано? Вот вам микрофон. А я буду с другим микрофоном. Вместе? И слово было Бог. Вначале было слово, И слово было... И слово было с Богом, И слово было Бог. Так, давайте, помогайте. Громче. Да, в начале было слово, И слово было у Бога, И слово было Бог. Я, наверное, не услышал у Бога. Где записано? Громче в микрофон. Иоанна. Иоанна. Кто подскажет? Иоанна 1.1. Иоанна 1.1. Молодцы. Правильно. Иисус сказал ему, Я есть путь и истина, и жизнь. Дальше. Никто. Никто не приходит ко мне. Не приходит к Богу. Подсказки из зала, я слышу. Поднимайте руку. Молодежь. Ваня, соберите команду. Давайте, подсказывайте. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Отлично. Правильно. Это записано где? Иоанна 14.6. Итак, идите, научите все народы. Крестья их во имя Отца и Сына, и Духа Святого. Записано. Деяния. Разве нет? Мыслишь правильно, но Матвея. Я думала про другое место. Да, да. То, что ты думаешь, это деяние 1 глава, 8 стих. Да. Потому что все согрешили. Лишины. Слава Божьей. А почему мы так хорошо знаем этот стих, интересно? Потому что все согрешили. Слава Богу, что мы это осознаем. Где записано? Ремнинам 3.20. Подсказывает, что ремнинам. Правильно, умеешь прочитать. Здесь большой текст. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати и его искуплению во Христе Иисусе. Это то, что вы сказали. Отлично. Ибо благодатью вы спасены через веру. Вы должны знать это. Громче микрофон. Чтобы никто не хвалился и синий от вас. Божий дар. Божий дар. Молодцы. Вместе. И записано в Ефесянам 2.8. Молодцы. Вначале сотворил... Бог небо и землю. Где? Кто сказал? Вначале Бог сотворил что? Небо и землю. Небо и землю. Где записано? Ну... Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете. Вот, Полина, давай, вперед. И будете свидетелями и в Иерусалиме, и в... Круг расширяется. И в Самарии, и даже до края земли. Отлично. Молодец. Деяние 1.8. Все описания Бога духовенны и... Полезны для научения, обличения, наставления, праведности. Пропустила одно исправление. Молодец. Правильно. Исправление. И для наставления и праведности. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Римлянам 10.9. Отлично. Молодцы. Благодарю вас. Вы справились с заданием. Вы готовы ехать в миссионерскую поездку. Все. Запишитесь обязательно. Итак, пожелания, братья и сестры. Вот сейчас буквально наугад кому-нибудь подойду. Так, сейчас братья и сестры. Так, кто хочет поделиться, дать пожелания? Пожалуйста, брат. Благодарю вас. Ведь когда во время собрания говорил хорошую. Ну, потому что его слова были очень короткие. И вот, конечно, сказали, говорит, скажи коротко, скажи, если сможешь сказать одну минуту, значит, разрешу сказать. Но я сразу оговорился, что я не дотянулся еще до такого уровня, чтобы говорить очень коротко. Но мне понравилось. Во время пира один браток встал такой, он моего же возраста, один из моих друзей. И так важно идет к микрофону. Подошел и говорит Александру, я хочу дать добрый совет молодым. Александр Савченко еще, кроме того, что он проповедник, он еще и медик. Он говорит, как это здорово. Добрый совет. Это как касторка. Давать легко, а вот принимать тяжко. Все засмеялись, но смысл был очень глубокий. И принимать, сестры, я могу много вам сказать пожеланий. Что мне хотелось сказать? Чтобы вы обратили внимание на очень важный момент. Куда, где бы вы ни были, пойдете ли вы миссионерами, будете ли в воскресной школе, будете ли помогать дома, на улице. Всегда очень важен один момент. Сказать слово вовремя. И в Библии записано, как хорошо слово вовремя. Если вы будете вовремя говорить правильные слова, люди потянутся к вам, и вы скажете о Христе то, что необходимо. Для того, чтобы эти нужные, правильные слова были у вас на сердце, необходимо держаться одного правила, с которым меня познакомил пока один брат у нас в Севастополе. Он боевой летчик. Вертолетчик, вернее сказать. В горячих точках был. И Господь коснулся его сердца, он покаялся, оставил службу. И это был очень замечательный человек. Сейчас он уже в вечности. Но вот он рассказывал мне, говорит, Миша, ты знаешь, говорит, вот самая большая опасность у вертолетчика – внезапное крушение. Когда тебя подобьют или что-то случилось с вертолетом. Но у тебя всегда есть один единственный шанс спастись – это воспользоваться катапультой. Для того, чтобы ты никогда не погиб, ты должен заниматься одной простой вещью. И он говорит, как только лишь мы поступили учиться в военное училище, нас начали с первых дней учить, ну, не только общим дисциплинам, как летчиков, но чему. Мы, говорит, должны были каждый день, всякий раз, когда забирались в кабину вертолета, делать восемь действий. Ну, и он называл, я сейчас не могу сказать, я не вертолетчик, я сантехник. Вот. Но очень он складно говорил, что, говорит, когда ты садишься, забрался туда, чтобы документы взять, или какие-то там нужно что-то обучиться чему-то. Всякий раз, когда ты садишься в кабину, ты должен сделать восемь действий. Там что-то двинует один рычаг, другой, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмое действие. А восьмое действие срабатывает катапульта и тебя выбрасывает из вертолета, и ты остаешься в живых. И он говорит, вот, учились мы несколько лет, и каждый день, когда мы в кабину собирались, мы делали, делали, и все дошло до автоматизма. И когда, говорит, летчика, ну, когда подбивает вертолет, и человек теряет сознание, он даже в бессознательном состоянии выполняет этих восемь действий. Раз, два, три, четыре, пять. Что, может, осторожнее. И восьмое действие катапульта срабатывает, он вылетает, он остается в живых, не погибнет. Мы с вами, став в ряды Иисуса Христа, армии Христовой, мы с вами попали в район боевых действий. И мы должны знать, что восемь движений у вертолетчика, «А у нас с вами утром проснулись, привели себя в порядок, помолились и почитали Слово Господне». Что бы ни происходило, почитайте, но хотя бы немножко. Хотя бы немножко. Другое все можно оставить, кроме того, чтобы почитать Слово Господне. И тогда ваши уста будут золотые. Вы слова будете говорить вовремя, потому что вы вовремя читали. Все остальное напрасно. В церковь нашу приехал один брат, он сейчас здесь в Соединенных Штатах живет, без руки. Это было время, когда Библия стоила больших денег, карманной. И он взял, показал всей церкви, говорит, «Я эту Библию подарю бесплатно тому, кто пообещает, что хотя бы один раз в день будет открывать и читать ее». И что вы думаете? Только собрание закончилось, как кинулась одна единственная сестра. А все остальные пошли. Потому что понимали, что все-таки, ну, перед Богом дать слово, что я буду читать каждый день, страшновато. Сестра эта подошла и сказала, я буду читать. Он говорит, не без вопросов. И подарил ей карманного формата. Помните, какие они были по 50 рублей? Замечательные. И подарил ей. Прошло года три. И он оказался вновь в городе. Подходит к нему эта сестра и говорит, «Брат, прости, я вас обманула. У меня были дни, когда я не читала». Он говорит, вы очень честный человек, вы христианка. Пусть это... Не пребываю я с тобой, когда терзаюсь я душою, Не находя в душе покой. Когда случается порою, не пребываю я с тобой, Тогда терзаюсь я душою, не находя в душе покой. И потому мое желание к тебе, Христос, мой, пребывать, Чтоб в жизни все мои деяния Твоей силой совершать. Ты для меня лоза святая, А я лишь веточка Твоя, Твоими соками питаясь, Дай пребывать в тебе всегда. Ты для меня лоза святая, А я лишь веточка Твоя, Твоими соками питаясь, Дай пребывать в тебе всегда. Присаживайтесь, братья и сестры. Вы не устали? Вам сейчас никуда не нужно ехать, нет? Еще побудем, пообщаемся. Молчание как воспринимать? Не, ну давайте еще раз. Еще побудем, пообщаемся. Да, ну хорошо, слава Богу. Я хотел бы попросить сестру Галину на пеленок, чтобы она дала пожелания крещаемым, уже крещенным. Пару слов. Может, вспомните, как вы принимали крещение и дадите пожелания. Я покаялась в 1996 году на Троицу, а покаялась таким образом. Я четыре года ходила в церковь, и все мне казалось, что все уже у меня, все нормально. Я постоянно хожу в церковь, а вот покаяться никак не могла. Я не знаю почему. И вдруг на Троицу я услышала слова Йосифа Даниловича Бондаренко, что бывает такое, что у человека есть возможность, и он хочет выйти, а не кается. И так один раз Дух коснется, второй раз, а в третий уже может и не коснуться. Я так испугалась. Я вылетела пулей. Я плакала и рыдала. И за что я благодарю Бога. Ну, в общем-то, я счастлива с Господом, чего и вам желаю. Чтобы вы никогда не усомнились в том, что вы сделали этот шаг, и чтобы вы крепко-крепко держались за руку Господа. И вы тогда будете всегда с Ним и достигнете неба. Благодарим. Слава Богу. Очень хорошее пожелание. И, знаете, братья и сестры, вот размышляя о служениях различных, хочется выделить особое служение, без которого, наверное, никакое другое служение не имело бы силу. Особенно это ощущается, когда поездка где-то, когда сложности и переживания, мы чувствуем поддержку, мы чувствуем молитвенную поддержку. И я особенно хотел бы это выделить, потому что у нас есть молитвенные группы в нашей церкви, которые много молятся. Молятся о нас, о тех, кто, можно сказать так, на передовой, молятся о различных служениях, молятся о людях, у которых есть трудности, переживания, болезни. И мне кажется, было бы намного сложнее, труднее переносить какие-то испытания в жизни без наших молитвенных групп. Я хочу пригласить сюда сестер. Хорошо, я подойду к вам и дам микрофон. Вы поделитесь пару слов, расскажите о своем служении. Я думаю, что согласно с Витей, что когда-то ученики сказали, научи нас молиться. Все-таки молитвенное служение, нужно научиться молиться. И я советую вам, сестры молодые, найдите группу по вашему возрасту. В нашей церкви много молитвенных групп. Есть старшие сестры собираются. Я знаю, что вашего возраста собираются девчата. Вот, Евелина, знаешь, сестра твоя ходит. Собирайтесь и учитесь молиться. Без молитвы ни одно служение не будет иметь успеха. Благодарим. Сестра Галина, хотели бы что-то добавить? Да. Я хотела добавить, что у нас в церкви уже как-то заведено, что понедельник – это день молитвы. Все молитвенные группы в основном собираются по понедельникам. И у нас еще очень много пустых классов. В которых можно молиться. И поэтому не только наших сестричек. И вообще мы приглашаем, чтобы больше организовывалось молитвенных групп. Больше молитвы, больше силы. И когда вот такая группа собирается… Вот в нашей группе уже 10 лет, как мы молимся, собираемся. И Бог отвечает на молитвы. Вот один ответ, самый главный ответ, когда мы молились за деток для Нади с Рабимом. И действительно, когда мы собираемся на молитву, мы молимся и о себе, о своих семьях. Мы молимся друг о друге. Очень много открываем друг другу свои какие-то проблемы. И много молимся о церкви. А все, вот что в церкви делается, это в каждой недельной, понедельничной молитве это все проносится Богу. Когда молится один человек, это хорошо. Но когда молится несколько человек в одно время, это намного лучше. И это такой труд, что действительно, вот подходит понедельник, дома не усидишь. Так уже вот как-то тянет. Вот просто тянет. Бывает, что и усталые сильно, с работы уставшие. Но подходит понедельник, время к молитве, и мы все, все съезжаемся сюда на молитву. Приглашаем всех братьев и сестер. Благодарим сестра Светлана и Галина. Я хотел бы пару слов добавить. Небольшой был у нас опыт. Я утром говорил, что мы были в лагерях вот позапрошлую неделю, эту неделю. Я хотел бы попросить, чтобы Маша поделилась своим опытом молитвы. Был такой опыт у нас. Мы молились. Маша, расскажи. Мы в лагерь, когда ехали, там была одна из целей лагеря научиться молиться, пребывать в молитве. И мы там много занимались, много занимались. И потом нам сказали, что сегодня у вас будет время помолиться, и это будет час. Мы разделились, мальчики с девочками, и вот час мы молились. Я такого никогда раньше как бы не делала, чтобы вот час целенаправленно сидеть и молиться. И как бы изначально у меня была идея, что я буду, ну как бы час без остановки молиться, как я буду что говорить. И нам дали такие листочки по пунктам, примеры, что молиться, о чем молиться, чтобы как бы были идеи. И когда ты начал молиться, еще было так холодно в первый день. И мы начали молиться, и вот времени не хватало. Под конец, правда, времени не хватало. Тебе много что есть, что сказать, когда вот ты... Классно было, что мы были в лесу, и не было телефонов, не было времени. И вот ты просто сидишь, тишина, спокойствие, сто человек там в лесу молятся, и это было классно, незабываемо, на душе, правда. А потом на следующий день мы пошли в поход, нам сказали, что у нас стремление, мы как бы решили сделать такой марафон, чтобы достичь молиться четыре с половиной часа. И мы думаем, будем идти к этой цели. И на следующий день мы молились час сорок, и этот час сорок не хватало уже на следующий день, чтобы помолиться, чтобы все открыть Богу. И так что мы теперь продолжаем, идем к цели четыре с половиной часа. Так что, слава Богу, было классно, незабываемо. Для тех, кто слышит это первый раз, это не просто так, мы становимся на колени и одно и то же повторяем или что-то. У нас есть такое, мы читаем Писание, и когда стих мы один прочитали, мы размышляем. И в размышлении, что Бог говорит к нам. И мы молимся об этом стихе. Господь, открой мне этот стих, что ты говоришь ко мне лично. Потом мы прочитаем еще один стих, и также мы молимся. И вот это одна часть из часа сорок у нас была. Потом у нас была другая часть молитвы. Мы вспоминаем слова прославления Бога нашего. И мы славим Бога, и так далее. Очень, очень интересно. И как Маша сказала, на самом деле, под конец не успеваешь, потому что ты знаешь, что время уже подходит к концу, и хочется, и хочется еще этого общения с Богом. Вы знаете, дорогие братья и сестры, что по статистике, христианин, который ходит в церковь, в среднем в день молится пять минут. Пять минут. И это печально. Но это учитывая то, что три раза в день, утром, там, после обеда, когда и вечером перед сном, по полторы минутки где-то, по две. И вот пять минут в среднем христианин. И это такая печальная статистика. Я не призываю, чтобы мы молились много. Я призываю, чтобы у нас было больше личного общения с Богом. Итак, дорогие братья и сестры, а сейчас я хочу предоставить слово нашей молодежи. Брат Иван, пожалуйста, вам слово. Хорошо. Хотел еще сказать несколько слов о молодежном служении, хотя Полина и Велина уже с нами в молодежи, поэтому я хотел сказать о молодежном служении и сразу же пожелание вам оставить. Включай. Пауэрпоинт. Хотела прочитать три места таких, которые, можно сказать, характеризуют молодежь. Одно – это такое место, которое написано «Все испытывайте, хорошего держитесь». Время, когда мы можем проявлять свои таланты и особенно хороший момент в молодежи, когда вы можете попробовать, что вы можете сделать, на что вы способны, что у вас получается или о чем у вас болит душа. То есть вы смотрите, и что-то не хватает, что бы вы хотели принести в молодежь. То есть и это время, когда вы можете попробовать что-то изменить. И потом, как Витя сказал, в миссионерской поездке это вам очень пригодится. И даже взять, например, сегодняшнее общение. Два года назад мы попробовали такое общение. То есть мы что-то попробовали новое, испытали. Нам понравилось, это было хорошо. Сегодня мы попробовали с братьями сидеть во время общего пения. Не пошло, надо было вставать. То есть испытывать и не бояться разные моменты и смотреть, что хорошо и что не очень хорошо. Другое место, которое бы я хотел почитать, это вот это место, Марка. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей. Я замечаю, что когда общаюсь с молодежью, что сейчас больше и больше молодежь не смиряется с каким-то неполноценностью, можно так сказать. Или они хотят быть в церкви, или они не хотят быть в церкви. То есть если они чего-то не получают в церкви, им не достают, то они лучше уйдут. То есть они не станут просто ходить в церкви просто потому что. То есть они хотят видеть цель. И я вижу, хотя, может быть, это нельзя сказать о всех, но я вижу, когда человек начинает всем сердцем любить Бога, всей душой, то его жизнь меняется. То есть его уже ни перед тем не остановить. Он полностью посвящает свою жизнь. То есть, может быть, это такие крайности, или все, или ничего, но отчасти это очень хорошо, когда человек ищет, или я полностью буду христианином, или лучше я вообще в церковь не буду ходить. То есть пожелание, чтобы мы стремились, увидели эту красоту и полностью доверились Богу. Всем нашим естеством служили Иисусу Христу. И другое место, которое тоже можно привести для молодежи, это веселись, юноша, в юности твоей. И да вкушай сердце радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Молодость — это время веселья, когда мы хотим иметь радость, когда мы хотим что-то интересное делать. И я верю, что Бог не против, и я не верю в то, что христианство — это скучно. Бог хочет, чтобы мы радовались и искали. И поэтому я хотел бы, чтобы мы искали именно этого веселья, когда нам радостно, и Бог радуется вместе с нами. Когда мы радуемся свободе, которую мы имеем во Христе, когда мы радуемся победе, которая у нас есть, когда мы просто можем наслаждаться природой, когда мы просто можем наслаждаться общением. То есть ищите этой радости, ищите этого веселья. У нас много разных служений. У нас есть такой девиз в молодежи — знать, любить и служить. Нам нужно узнавать Бога. Если мы будем знать Бога, мы будем любить Бога, потому что Он всемогущий, Он великий, Он непостижимый. Если мы любим Бога, мы будем служить. Мы будем служить людям, мы будем служить Богу. Поэтому можем подключаться. Несколько кадров просто хотят из молодежной жизни. У нас есть и молитвенное служение, и молодежное, и в церкви мы проводим. Молодежный хор, группы есть. Даже вот такое, например, общение, помогать в церковной жизни — это тоже большая часть молодежи. Я благодарю, кто помогал в этом всем. Даже столы поставить, накрыть, все красивое сделать. Это большая часть. Она иногда может быть не сразу все заметно, но приносит радость. Уже какой-то уют, и уже хорошо, чтобы мы стремились послужить для церкви, и также для окружающих нас людей. Это где-то мы были в даунтауне, это были в Оклахома-Сити с посещением. Некоторые фотографии уже довольно старые, но просто отражение. Вот мы делали здесь worship night в нашей церкви, когда мы приглашали своих друзей и американцев, наших друзей американцев. Это был вечер для сестер, собирались, на конференциях мы были. И, наверное, все. Так что да, несколько таких слов. Присоединяйтесь, не стесняйтесь, не смущайтесь. Не бойтесь делать ошибок, а я думаю, это мы учимся вместе. И будем идти вместе за Иисусом Христом. Мы с молодежью хотим спеть в пожелание. В Христе одном надежда есть. Вся моя жизнь и сила в нем. И желаем вам, чтобы каждый день, просыпаясь рано утром, вы помнили то, что лишь в Христе одном надежда есть. И то, что вся наша сила, это физическая, духовная, это действительно в Господе Иисусе Христе. В Христе одном надежда есть. Вся моя жизнь и сила в нем. Он камень мой, скала и пес. Надежный спутник, страшный что? Как высока любовь его, Как мир глубокий, с ним легко. Мой утешитель все во всем, Моя опора только в нем. В Христе одном, принявшем плоть, Отвергся всем, могущий Бог. Но дар любви, что дал Господь, Отверг народ, избрав порог. Он на кресте себя дал, Сиренний небо отзапринял. Мой грех на плечи возложил, Чтобы его я смертью жил. В земле, а все, он мертвым был, А мне был тьмою свет небес. Но в третий день он победил, И с гробом брачного воскрес. Он Бог и победитель всей, Уже не грабит больше грех. Навеки он, хозяин мой, Я тут и кровью святой. Нет страха смерти, нет вины, Все только силою Христа. От первых дней до седины, До смерти в нем моя судьба. Нет никого и ничего, Что вырвет из руки Его. Он приведет меня в свой дом, Моя пора только в нем. Нет никого и ничего, Что вырвет из руки Его. Он приведет меня в свой дом, Моя пора только в нем. Слава Богу. Слава Богу, братья и сестры. Хорошо нам быть вместе здесь, не так ли? Хорошо быть в общении. Кстати, а где это записано, кто помнит? Хорошо быть братьям в общении. Псалом какой? Сто? Нет, не сто девятнадцать. Ну, сто тридцать второй. Правильно, спасибо. Я хотел бы сейчас, чтобы мы вместе Общим пением спели, И мы будем уже молиться в заключении. Давайте вместе споем О дивный день, о дивный час. О дивный день, о дивный час, Когда спаситель в первый раз Душой моей в завет вступил, И мир мне в сердце подарил. Дивный день, дивный день, Когда Господь меня просил. С тех пор Христос всегда со мной, И водится меня рукой. Дивный день, дивный день, Дивный день, когда Господь меня просил. Дивный день, когда душой поверил я В любовь Христа, И было мы крови струёй, Секавшей некогда с креста. Дивный день, дивный день, Когда Господь меня просил. С тех пор Христос всегда со мной, И водится меня рукой. Дивный день, дивный день, Когда Господь меня просил. Слава Богу. Слава Богу. Хотел бы пригласить сюда дедушку Полины. Это одна из сестричек, если вы ещё не познакомились, которая сегодня приняла крещение. И он будет заканчивать это служение. Пожалуйста. Прежде чем помолиться, я хочу сказать такие слова. Иисус Христос, когда жил здесь, то написано, Он каждый день учил в храме, а вечером уходил на гору молиться. И в другом месте тоже сказано. Каждый день. Я когда прочитал, то удивился. Оказывается, Христос в своей жизни каждый день в храме проповедовал. Каждый день. И народ приходил слушать. И вот так написано. И вот я так думаю. Просто это пожелание и тем, которые крещение, да и всем нам. Насколько, я поразился, насколько всё-таки вот эти книжники, фарисеи, там, саддукеи и первосвященники были терпимы. Христос проповедовал то, что им не нравится, то, что они не соглашались, но они это слушали и разрешали ему это делать. И если бы сейчас сегодня Христос пришёл на землю, то я сомневаюсь, дали бы ли ему вот в кругу церквей так вот говорить то, что не нравится там руководящим. Я просто вот такое пожелание, что Христос говорит, если ваша праведность не превзойдёт, праведность книжников и фарисеев, то вам туда не попасть. Учитесь выслушивать даже то, что вам не нравится, что вы считаете неправильно. Это ещё не значит, что это неправильно. Просто, может быть, вы так понимаете, вот кто-то говорит, ну, неправильно. А он правильно, может быть, говорит. Вы должны хотя бы как эти книжники и фарисеи быть такими, учиться, слушать, терпеть. Это Христос говорил, да, он правильно говорил. Но они терпели. И вот, да и каждому из нас нужно вот этому научиться. Христос каждый день проповедовал в храме. Фарисеям и тем руководителям храма не нравилось, что он говорил, совершенно не нравилось. Они его там потом и убили, но они терпели, они слушали. И вот даже нам в этом плане нужно поучиться. Вот такое пожелание. И вам в жизни, вам придётся встречаться с такими вещами, когда вам будут говорить то, что вы не согласны, и вам не хочется слушать. Слушайте, просто взвесьте, потом обдумайте, но не горячитесь и не рубите там с плеча или как-то не принимайте такое решение, что если не так, не по-моему, то это неправильно. Нет. Вот такое пожелание всем нам просто быть разумными. И если кто это говорит не так, как мы понимаем, это ещё не значит, что это неправильно. А сейчас помолимся. Господи, мы Те очень благодарны, что Ты нас любишь, даёшь нам эту возможность здесь в церкви собираться, даёшь эту свободу. Господи, слава Тебе! Мы Тебя любим. Ты нас возлюбил прежде, Господи. И Ты работаешь над каждым из нас. И также вот эти, которые приняли крещение, Господи, благослови их. Я прошу, чтобы Ты их охранял сам. Твоей великой защитой, Твоей охраной, Твоим покровом, Господи. Охраняй их жизнь, чтобы она вся была правильна. Ты мне руководи, Господи. Да и каждый из нас здесь находящихся нуждаемся мы в этом, Господи. У кого это какая-то тупиковая ситуация в жизни, не знает, как дальше делать. У кого это, может быть, разбитый, а может быть, и радостный. Господи, мы все такие разные. То просим Тебя, не покидай нас. Это я обещал. Я знаю, что Ты нас не покинешь, Господи. Но Ты дай нам всем твёрдости держаться пути Твоего, на Тебе надеяться, уповать только на Тебя, Господи. И пусть только Твоя воля исполняется, Господи. И в церкви, и в жизни нашей пусть Твоя воля исполняется. Дай нам разума, мудрости, благословения. Распусти нас с миром, с этого места, охраняй нас в пути и дома, кто где будет находиться. Мы нуждаемся в Твоем благословении, Твоей охране. Слава Тебе, Бог наш великий Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Сердечно благодарим. Братья и сёстры, если у Вас вдруг ещё остались силы, и у Вас есть возможность нам помочь, убрать, мы будем сердечно благодарны. Спасибо всем большое, кто принёс сладости, вкуснятия, вам было очень всё вкусно. Спасибо Тебе. И дома, кто где будет находиться. Мы нуждаемся в Твоем благословении, Твоей охране. Слава Тебе, Бог наш великий Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Сердечно благодарим. Братья и сёстры, если у Вас вдруг ещё остались силы, и у Вас есть возможность нам помочь, убрать, мы будем сердечно благодарны. Спасибо всем большое, кто принёс сладости, вкуснятия, вам было очень всё вкусно. Спасибо тем, кто украсил здесь, кто приготовил программу, кто украсил озеро, приехали раньше. Спасибо, молодёжь. Будьте благословены. Если Вы ещё не подписали рамки, то, пожалуйста, подойдите, подпишите там... Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова